Так, во-первых, мы собираемся делать из художественного совета и механического приема кукола. Наша основная задача, наоборот, помогать, чтобы люди нам приходили с радостью, поделиться своими творческими успехами, новыми ученками, что это... На братство. Да, на братство, на братство. И с точки зрения критики, или... Ну, критика в виде совета, я думаю, никого не поменяет. Ну, понимаете, я уже достиг такого уровня понимания фотографии, что любую фотографию могу разнести в пух и прах, а она будет зависеть до небес. Не будем скрывать, это любой человек, творческий занимающийся фотографией, уже в состоянии. Меня учили фотографии... Ну, это... Да, ну, прямо на танку. На танку. Значит, вам имя Николая Николаевича Рахманова говорит что-нибудь? Я ничего не говорит. Ну, это старейший наш гуру, который у фотографии в альбомах присоединился до сих пор. Это автор первой панорамы Московского Кремля, снятой с высоты лесов на Спавские башни, Круговая, который снимал в течение суток, с этой точки. Автор альбомов «Регалий Российской империи», «Сокровище Алмазного фонда». Вот. Я всего год назад увлекся. Ну, вы знаете, до года у вас уже есть интересные фотографии. Вот. Чтобы у нас не получилось... Добрый день! Здравствуйте! 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 Прокомпьтесь. Алсу – это новый наш член, будущий член правления. Здравствуйте, Александр. Очень приятно, Александр. Вот. Вылагаем большие надежды на ее работу. Очень активно все это. Ну что, мне допустим все понятно. Я хотел бы, чтобы вы высказались сперва. Я не навязывал свое мнение, а по поводу этих фотографий. Когда я уже стал взрослым, у меня школа фотографий была такая. Я тогда жил и служил в Ушкар-Оле. Познакомился с Валерией Семеновым, закончивший гип-паклаш-операторского искусства в телерадиокомпании «Марьел», работавший. Он вторым оператором принимал участие в тёмках первого сериала, то, что он нам очень занимает. С ним общение было такое. Приносишь 18.24 контрольки, он распрасывает два десятка по полу, смотрит, одну две поднимает, говорит, все, остальное можешь забыть. Он мне объяснял почему. Если ты сам не разберешь, если ты сам не найдешь всё это, то, что полезно. Потому что, действительно, фотографии делать можно любого. А как выражается Владимир Вяткин, мыслить, создавать сюжеты и образы – это намного сложнее. – Хорошо, хорошо. – Хорошо. – Хорошо. – Вот. – Это где? – Это где? – Это где? – Да. – Ну, давайте воспользуемся тем, что вот сейчас я рассказал. Ну, начнём со старейших наших. Ну, в данном случае у нас старейших двое. Вот. Валерий Каспантинович Михайлов, один из основателей ТАСМ. Вот. До сих пор сохранивший активность творческого и работающий интересно. Послушаем его мнение. Вот. Мы будем очень просто. Давай покажи, что тебе больше всего нравилось, и понравилось, и хотя бы… – Отберите хотя бы одну. Из того, что вы да, пересказали. – Ну, здесь я вижу больше результатов положительных. Как раз это время пройдёт, потому что Рамиль немножко задерживается на съёмке сейчас. Вот он закончился. А серьёзный вопрос обсуждать без него, Олег. – А Рамиль это кто? – Председатель. Он уже реально действующий, легитимный. – Не здесь не ойтись. – Ну, я думаю, что фотограф принят в Союзе. – Ну, пожалуйста, высказывайте сразу. Если у тебя нет никаких сомнений… – У меня нет. – Пожелания тогда, если сам не видит. – У нас был такой пейзажист Филимонов Юрий Геннадьевич. Я думаю, что лучший пейзажист, который был. И вы, так сказать, можете достойно подхватить его дело. Он к несчастью ушёл. Неожиданно для нас. – Так, ну, Солена готов? – Хороший, грамотный фотографий. Он городский, допустим, у меня людей не хватает. – А это, если вы заметили, это в три часа утра. – Нет вот где пить, тут бы любить. – Я как раз хотел без людей. – Что-то появился сразу в настроении. – Сейчас уже… – С лошадьми тоже лошади, они как дети. Они всегда хорошо выучаются. – Кстати, сразу… – Нет, но надо с лошадьми говорить. – Если позволите сразу вопрос. Это вот всё напечатано впервые в моей жизни, где можно напечатать так, чтобы… – Это нормально напечатано. – И исход, так сказать, материал соответствовал тому, что я видел в России. – Напечатано нормально. – Да? – Да. – Да, да. – Какая-то… – Нет, платье фотографа, если… – Ну, вообще нет, платье фаспарата. – Нет, я не понимаю. – Это не мой, товарищ. – Пизар, вот что-то не так, что… – Конечно, это будет очень важно. –… – Вот здесь вот. – Ага. – Мы с тобой, как обычно… – Понятно. – Да, да, да. – В странах у себя не полчаса. – И обжарывать. – То есть, мы там… – Комблектор. – То есть, мы там… – Влечение нас всех работать будем. – Мы её же видели, обоих. – Мы с мужем, как обычно. – Скромничать не будем. – Во-первых, мне нравится у актора, что он не боится работать. При этом света его не пугает. – Не приятно. – Она оборота не оборудает. – Нет, не знаю, как так тебе. Вот, и он уже работает умело с светом. Вот это вот как раз и фотография сделана вроде она, ничего особенного по сюжету и по образу ничего не представляет. Зато великолепная работа с светом. Здесь вот то, что я сам лично люблю, комплиментарные цвета. Это цвета в цветовом грузе расположены через диаметр. Это желтый с синим, зеленый с курпурным, зеленый с красным, курпурный с голубым. Вот здесь, смотрите, если мы возьмем охра, желтая охра, она сдержанная немножко, то очень богатство голубых. Я бы на вашем месте, вот мое бы желание сделало бы, уменьшил объем желтого, чтобы они не были равновесны. Один должен превалировать, а второй его поддерживать. Понимаете, за счет контраста вот этого, если мы возьмем, сделаем вот так вот, скатрируем, мы уберем темную охру, оставим светлую, видите, да? И комп будет больше выделен, и богатство голубых оттенков на небе, согласен, Кратарин, увеличится. Вот показываю. Она становится выразительнее. Позвольте защититься. Пожалуйста. Я не нападаю. Ну, объяснить тогда. А тогда, на мой взгляд, потерялся объем, плановость. Вот здесь все-таки вот эта трава как бы первый план. А у вас дальнего здесь вообще нет. У вас только на передний план не будет считать. Ну, хотя бы два плана. Вот у вас передний план. Это как бы еще пред. Он поэтому не размыт, не в фокусе. Вот если бы он был акцентирован, тогда бы его можно было считать передним планом. У вас передний план это. Заднего не существует. Все принято. Вот. Поэтому, наоборот, я подчеркиваю, что это снято хорошо. Вот. Единственное, что просто советы для развития. Спасибо. Значит, дальше. Хорошо проработана фотография вот эта вот. Она действительно здесь тональная перспектива. У нас есть две перспективы. Линейная и тональная. А здесь сочетается великолепное сочетание и линейная перспективы. Схождение именно той точки, где она и предназначена. И тональная перспектива. То есть цвет дымка, которая на заднем плане нас втягивает туда фотографию. Оставляет идти взгляд глубже, дальше. Вот. Ну, туман всегда выразителен в любых испытаниях. То, что вы это видите и то, что вы делаете упор, это уже замечательно. Значит, о недостатках. Вы, по мере того, что если в течение года снимали всего на все, они у вас уйдут. Вы начнете осмысленно когда действовать. Мне нравится вот эта фотография. Вот здесь и передний, и средний, и дальний план. Вот здесь вот очень грамотная в этом плане фотография. Олег, согласен? Вот я считаю ее лучшей из всего, что здесь представлено. Почему? Потому что мне хочется там побегать до сих пор в озеро оконуться и на лошадках покататься. Вот. Избегайте делать вот такие фотографии. Сейчас объясню почему. Фотография должна иметь собственную красоту. Вы взяли красивый храм. Зеландский монастырь. Зеландский монастырь. Вы нашли хороший ракурс и сфотографировали храм. А фотография сама красоты не получила. Почему? Потому что очень много пространства пустого, не несущего ни образа, ни информации, ни сюжета. Понимаете? И вот этого мало. Согласен? Подумаете? Храм, между прочим, это из своего опыта хочу сказать. Как и человек, имеет душу. И он решает, открыть перед вами эту душу или нет. Смогли вы его понять, прочувствовать и сфотографировать так, что он лучше своих свойств откроет. Он красив. Фотография не получилась красивой. Мы, вот эти все средства композиционные. Перспектива, линейная, тональная, ритм, нюанс. Все это. Это средства, через которые мы выражаем. Вот. Ну. Здесь что надо было сделать? Перспектива есть? Здесь что надо было сделать? Значит, показать сам храм. Вот. Я понял. Нет. А у вас только, вы взяли фрагмент его. Они уловили. Дело в том, что если мы подходим к Зелантовому монастылю, он стоит на горе. Высокая гора, к которой идет широкая дорога. Она уже дает ощущение. Вы только заходите на территорию с левой стороны. На полтора метра грунт вынут. И береза стоит уже как бы оттуда. Она сохранила исторический слой. Видели ее? Правильно, да? И уже вот этот народ за река. Слой, по которому мы ведем. Дальше. Что является визитной карточкой? Не колокольник. Троицкий собор, который на территории. К нему подход с разных точек зрения. Там есть малая колокольня. Если вы подниметесь туда, вы можете снимать его с перспективой ускользающей, уходящей вдаль. Вот. Понимаете? Вы не нашли вот этой вот внутренней его красоты, которая может открыться. Позвольте ответить? Пожалуйста. Если бы ставилась задача препаратаж Азелантового монастыря, то, что вы сказали, было бы абсолютно истиной. Но здесь была другая задача. Вот в этом пространстве стоит одинокое. Про образ, наверняка вы знаете такую картину «Вечерний звон». Вот там храм вот такого размера. Мешает это восприятию? Там нет. Нет. Там. Здесь аналогия. Вот храм стоит посреди нетронутой, так скажем, природы. Это не Азелантов монастырь. Это просто храм, стоящий посреди просторов красивой природы. Я снова повторю свою мысль. Храм есть. Фотографии нет. Фотографии нет. Все, спорят и смеют. Значит, я вам объясню. Очень просто. Мой друг, художник из Королевской Народного художника Республики, значит, он огромное количество наград и все это, он еще студентом Суриковского училища посетил СКОФ. И поднялся на колокольню, сделал портрет звонаря. Вот. Так вот, представляете, он написал звук. Он написал звук, как звучат колокола. Представляете? Кистью. Струнал. Кистью. Да. Почему это удалось ему? А он применил один прием. Если вы подниметесь на колокольню, она вся обжита голубями. И первый же удар, вся эта куча голубей, сидящих на перекладинах, все это, она с шоу, с грохотом разлетается в разные стороны и летят перья. Красиво. И вот он написал эти перья падающие вокруг дваная, и у нас невольно возникает ощущение звука. То есть, понимаете как? То есть, можно написать даже то, что мы не можем пощепать и увидеть, да? Я, вот... Нет, я, это самое, я тут из тех, кто прерывает и останавливает, и я предлагаю завершить это. Я... Я... Нет. По-моему, тут... Безусловно, что мы имеем без этого, видим мы настоящую фотографию, которой еще многим надо до этого уровня добираться. Вот. И, безусловно, что я рекомендую и остальные, чтобы меня поддерживать, что вы отстойны быть кредитом. Спасибо. Спасибо. Понимаете, мы речь ведем о том, что... Вы же не остановитесь, вы же будете снимать. Я надеюсь. Не надо повторять уже то, что можно сказать, ну... Не ошибки, нет вас ошибок. То, что вам не хватает для того, чтобы работать более выразительно. Верно? Просто. Вот к выразительности. Да. Ну, я бы сказал, что тут очень часто такая центральная композиция. Это не очень. То есть, я понимаю, так сказать, желание сделать панораму, которую вы там видели. Ну, вот эту серую бы обрезать. И тогда бы вот экран как-то вылезли немножко. Мне так кажется. У вас здесь хороший свет. У вас хорошее небо. То, что небо у нас не бывает голубым, чаще всего, оно серо-голубое. Вот эти вот свет падающий через... Он ощущается, он чувствуется. Уберите все это. Нет. Фотографию будет смотреть за нас. Очень много то, что отвлекает. Все, соглашаюсь. Немножко удивлен, что самая второстепенная фотография заняла больше всего места в обсуждении. Вы знаете, а что говорить, если вы смотрите. Замечательная фотография, все ясно. Но вот это очень хорошо передает состояние. Вот, если мы выходим на ДНР, начинаем снимать пейзаж. А один из самых замечательных пейзажистов, которого я знал, вот он в 16 году умер в возрасте 99 лет. Вадим Гиппенрайтер. 25 альбомов пейзажей России. Любимое место – Камчатка. Он снимал на 13 на 17 камеру, оборудованную электронным затвором уже, хорошей оптикой. Он говорил так – пейзаж не фотографируют, в нем живут. Если мы вышли, и не хватает нам света, не хватает объекта съемки, мы просто все равно должны снимать, чтобы попытаться передать состояние природы, воздуха. И если вдруг нам это удалось, это будет уже удача большая. Вот. Я предлагаю просто не ждать рабичей.